всем привет ранее утро суббота 7 часов на такое никого нет сегодня началась у нас юга не знаю когда вы посмотрите этот видос поскольку материалов скопилось очень много я много работал много снимал мы вчера короче зашел в тик тока там одна студентка сеульского университета сеульского университета из белоруссии опубликовала видео на котором она рассказала про расизм южной кореи там и приводит три случая первый случай там ее бывший возлюбленный и бывший парень сказал что типа она там это нищебродка из белоруссии страны развивающегося мира оттуда мог приехала тут типа что-то там это включает второй случай она в больнице сидела ожидала что-то какой-то прием и и один старик ей говорит ну при ней другой бабульке говорит ему неприятно сидеть с иностранкой на что-то ответила мне кофе но тоже приняла это за расизм а третий случай это когда после своей несчастной любви начала встречаться ходить на свидание и ей такое ну как она говорит такой состоявшийся хангук и говорит то что ты откуда говорит она говорит ты из белоруссии а он говорит типа что что ты тоже типа из развивающейся страны там все такое вот она выдает это за расизм ну и при том то что она да учиться бесплатно в этом сеульском университете и и южная корея оплатила учебу и дала стипендию то есть смотрите как в южно-корейских университетах да например ты учишься по гранту тебе оплачивают либо обучение в университете да и а есть гранты которые еще дают и стипендию независимо как ты учишься по какой форме там по коммерческой по бюджетной те все платят стипендию ну как в россии например если например ты на коммерческой основе ты стипендию например не платят ну как я помню так было в общем я здесь все и учиться на корейский язык востоковец то есть южная корея это страна изучения ее при обучении в этом университете и она выдает все это за расизм и вчера мы с ней таки зацепились короче немножко там поспорили я пишу то что это ничто по сравнению с тем что мы видели например там вот этнические корейцы там другие национальные меньшинства там узбеки например в россии вообще это ничто просто и то что здесь например в ваших случаях да это маловероятно что это россии потому что местные эти коры сангуки да они там всех мерят по уровню благосостояния поэтому и и не женятся первым у них вопросы например есть у тебя жилье или нет где ты живешь на каком районе где ты работаешь это не тебя оценивают по тому по уровню твоего дохода и соответственно если у тебя ничего нет они тебе прямо говорят а принимать такое решение что ты не можешь поэтому это такая основная основная видите вот масса таких вот видите вот южнокорейцев а большинство они ничего не имеет у них нет квартир например они там это у них не непостоянная работа они тоже говорят друг другу ты там нищий там или там например иностранцу сказать нищие то это тоже самое например то что они говорят ты там толстый знаете но это же не буллинг для них это не буллинг это просто так это нормально считает толстых мало в корее ну как я напоминаю такой упитанный но мне не говорят что я толстый а есть потолще людей им прямо говорят что ты толстый но это не буллинг здесь нельзя сказать что это россии вместе сказали что ты нищий там приехал вы страны это тоже это маловероятно просто них такое видение и и человек они так оценивают ну бабульки там они же разные всякие там короче сами ну дедунки старики там всякие могут быть и вот третий случай то что она после своей несчастной любви там встретилась каким-то как она говорит начала ходить на свидание начала ходить на свидание ладно сейчас продолжаясь на счет студентки в северском университете ну и вот у нас встретилась с очередным этим ухажером он не тоже говорит и типа это и страны изгоя нужно правильно говорит беларусь и же так как северная корея в общем ничего не солдает но она приняла это за расизм где три случая я написал что это не не репрезентативная выборка из этих трех людей нельзя утверждать речь идет о каком-то расизме то и по разному признаку в этом не было никакого но считаю что я прав настройки я нахожу разнорабочие как и говорил он куда церковь строим воды только нет но я хочу сказать короче да люди здесь в южной корее я работаю надрываются чтобы своих детей выучить в университетах она бесплатно получила потому что она из другой страны не сделали такую льготу оплатили обучение и дали стипендию а стипендия здесь небольшая она ну где-то 800 долларов примерно от 800 до 1000 долларов нормально можно скромно жить за общежитие платить и вот она вот так и вот а где нет южную корею в россию страну которая ей дала образование это дает и образование ну это я вам скажу типичный типичные совковые да вот такой расизм это то же самое что мы например национальные меньшинства сталкивались почти ежедневно в ссср это тоже самое это ничто по сравнению с тем что мы пережили все национальные меньшинства вот узбеки да узбеки мадхея постоянно гонять милиция а на самом деле узбеки одна из самых гостеприимных наций в средней азии не участвуют ручки приезжают те которые не хотят служить ехать в украину они проезжают на перестан и все равно взбеки с гостеприимно относятся к уважению нормально нет такого как они там испытывали в москве на такой вот буллин со стороны правоохранительных органов так что напишите в комментариях думаете по этому поводу по поводу этой студентки она кстати корейский язык преподает обвиняя корею в россии она преподает корейский язык нашим детям вот ну и в конце своего манула я хочу сказать что ничего не имею против там их национальности у меня вообще мультикультурник никогда не обсуждаю по национальным признакам никого поэтому это был просто ответ этой студентки которая позволила себе обвинить всю страну в россии на самом деле это там трех случаев где ее обозвали там назвали несостоятельной и вообще может быть я сейчас скажу такую абсурдную вещь мне кажется что южная корея она вот ансамбль я хочу сказать вот по примеру ансамбль представляет собой некоторую модель советского союза у меня есть многонациональное общество мультикультурное которых объединяет русский язык причем все всех выходцев из СМД и все крутятся как в СССР как при СССР ну кто жил тот знает это единственное квартиры конечно не дают но все равно зарабатывают но я вижу вот эту модель в виде модели такой локальной модели СССР ансамбль вот что хотел вам сказать ну вообще я считаю что а вот это вот видео я считаю что ненормально есть конечно случаи такие бывают прямо такого чтобы расизм да чтобы местные местные относились как иностранцы с пренебрежением может быть раньше это и было да но сейчас все совсем не кажется подрывано ну если что можете написать в комментариях обсудим то это а Продолжение следует...